Американские санкции настигли группу ГАЗ. Впервые Минфин США пригрозил отечественному автопроизводителю ограничениями 4 года назад. Но после этого регулятор неоднократно выдавал отсрочки, последняя из которых закончилась 25 мая. Введенный пакет ограничений требует прекращения любых финансовых сделок и с самой компанией, и с дочерними предприятиями. В самом простом приближении ситуация выглядит так, чтобы оградить собственный бизнес от санкционного давления, глобальные поставщики теперь должны полностью отказаться от отгрузок любой продукции группе ГАЗ. Впрочем, за последние 4 года предприятие успело сформировать целую когорту альтернативных поставщиков. Так что упаднических настроений в Нижнем Новгороде нет, а пул российских, китайских и турецких партнеров продолжает расширяться. Как известно, важным арендатором газовских площадей оставался Volkswagen. На мощностях горьковского автозавода выпускались лифтбеки Skoda Rapid, а также несколько кроссоверов Volkswagen Taos плюс Skoda Karoq и Kodiaq. И сразу после того, как штатовский Минфин снял санкции с многолетней паузы, из московских офисов Volkswagen и Skoda собственникам и директорам дилерских центров пришли одинаковые письма. Сообщаем вам, что с апреля 2018 года продолжение производства на автомобильном заводе группы ГАЗ в Нижнем Новгороде зависит от генеральной лицензии, выдаваемой соответствующим ведомством США, управлением по контролю за зарубежными активами. Генеральная лицензия 15L позволяет Volkswagen Group Rusk завершить операционную деятельность в Нижнем Новгороде до 25 мая 2022 года. Проще говоря, немецкая компания, опасаясь санкций, не планирует запускать нижегородский конвейер, остановившийся 3 марта. А вот совсем бросать или отдавать государству Калужский завод европейские боссы, похоже, не хотят. У Volkswagen Group Rusk имеется собственный завод в Калуге. Volkswagen Group Rusk приостановил производство в России до дальнейших распоряжений. Мы постоянно следим за изменением текущей ситуации. В связи с высоким общим уровнем неопределенности, мы не можем предсказать дату возврата к обычному режиму производства в России и планировать производство на 2022 год. Что-то новое мы можем узнать на следующей неделе, когда Volkswagen проведет большую онлайн-встречу со своими российскими дилерами. Субтитры создавал DimaTorzok